Нулевая видимость автоземник Нарин-Марусинск вновь закрыт для движения всех видов транспорта. Когда водителям планировать поездку на большую землю? Больше соток, меньше плата. В России появились дополнительные налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста. Нововведения касаются земельных участков. Расскажем подробности. Зашел, купил, остался без денег. И товара жителей региона продолжает попадаться на удочку интернет-мошенников. В центре внимания онлайн-преступлений и так называемые сайты-двойники. Как не стать жертвой наглых аферистов? Очередная инструкция. Незваные гости на новой земле ввели режим чрезвычайной ситуации. Всему виной массовое нашествие белых медведей. Животные заходят даже в подъезды жилых домов. Покажем кадры. И подвели итоги. Стали известны официальные результаты массовых соревнований «Лыжня Россия-2019». На старт за два дня вышли более 300 спортсменов. Назовем имена победителей. Об этом и не только. Смотрите ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги вторника. В студии Олег Хатанзейский. Мы начинаем. Движение по зимнику Нарин-Марусинск закрыто для всех видов транспорта. Причина – это нулевая видимость. Как пояснили в централизованном стройзаказчике дорожная обстановка, очень сложная видимость на трассе из-за метели нулевая. А при остановке движения по зимнику граждан оповещает информационное табло, расположенное на выезде из поселка Искателей. Решение о возобновлении движения будет приниматься, исходя из погодных условий и дорожной обстановки. Окружной бюджет на 2019 и плановый период до 2021 скорректирует. Администрация региона сегодня рассмотрела изменения в казне на текущий год. Как пояснила на заседании вице-губернатора, руководитель Департамента финансов и экономики Татьяна Лагвиненко, первые изменения бюджета связаны в основном с пополнением окружной казны за счет трансфертов из федерального бюджета. Обо всем подробнее в следующем материале. Кроме того, необходимость внесения изменений обусловлена увеличением ассигнований по отдельным видам субсидий для ресурсоснабжающих организаций, доведения до 70-ти и 100-процентной обеспеченности от расчетной потребности по отдельным регулируемым тарифам, а также увеличение бюджетных ассигнований под ведомственным Департаменту образования, культуры и спорта Ненецкого округа учреждением на коммунальные расходы. В предполагаемом законопроекте параметры окружного бюджета увеличиваются по доходам и расходам по всем трем годам. Дефицит на 2019 год увеличивается на 821 149,9 тысяч рублей. Суммовое выражение составит 2 505 369 тысяч рублей. В процентном соотношении доходов без учета безназначных поступлений размер дефицита возрастает с 9,9% до 14,8%. Доходы в 2019 году будут увеличены на 334,2 миллиона рублей. В 2020 году на 187,7 миллионов рублей. В 2021 году на 125,5 миллионов рублей. Общая сумма расходов в 2019 году увеличится более чем на 1 миллиард рублей. В 2020 году на 210 миллионов рублей. В 2021 году на 143,6 миллионов рублей. Это связано с началом реализации национальных проектов. В том числе налоговым и неналоговым доходам в 2019 году доходы уменьшены на 9,769,9 тысяч рублей. В 2020 году увеличены на 7,595,1 тысяч рублей. Это в основном за счет уменьшения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты. Это связано с прогнозом поступления доходов на 2019-2021 годы. В разрезе расходов отдельных департаментов больше всего в 2019 году увеличатся расходы у социальной сферы. Образовательного блока на 435,5 миллионов рублей. И сфера здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого округа на 257,4 миллиона рублей. На стройке, в том числе соцобъектов и дорог к профильному департаменту в 2019 году увеличено ассигнование на общую сумму 168,78 миллионов рублей. В заключении Татьяна Лагвиненко отметила, что предусмотренные законопроектом показатели окружного бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 готов сбалансированы. Законопроект будет рассмотрен депутатами окружного законодательного собрания на очередной сессии. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Окружные пенсионеры и льготники могут получить налоговый вычет по земельному налогу. Об этом сообщает межрайонная инспекция Федеральной службы номер 4 по Архангельской области и Ненецкому округу. Как сообщили в ведомстве, в 2017 году в России принят федеральный закон, который вводит новый налоговый вычет для пенсионеров-инвалидов 1-й и 2-й групп, инвалидов детства, ветеранов Великой Отечественной, а также ветеранов боевых действий и других. Если представители перечисленных категорий льготников имеют в собственности участок до 600 квадратных метров, то с него не взымается налог. Если площадь участка превышает 6 соток, налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Вычет применяется для одного земельного участка по выбору, независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения участка. Лица, которые впервые приобрели статус льготной категории для применения вычета при расчете земельного налога, могут обратиться с заявлением о предоставлении данной льготы в любую налоговую инспекцию. Другим темам на смену телефонным аферистам пришли интернет-мошенники. В последнее время жители округа все чаще становятся жертвами онлайн-преступлений. В основном горе-покупатели попадаются в ловушки так называемых сайтов-двойников. Впрочем, далеко не все в подобных ситуациях теряют бдительность и, соответственно, собственные деньги. Подробности в материале Ивана Кутейникова. Сергей Крымов решил приобрести автомобильный планшет. Нужную модель нашел на одном из интернет-сайтов. К товару предлагалось несколько приятных бонусов, да еще и 50-процентная скидка. Сделал заказ. Причем мужчину заверили – опись вложения будет. Через некоторое время пришло оповещение, что посылку можно забрать на почте. Правда, при получении товара пенсионер сразу заподозрил неладное. Что я обратил внимание, когда на почту пришел? Во-первых, описи нет раз. Второе, этой девушке на почте говорят, тут обратного адреса нет, а до востребования. Вот счета именно нет, куда деньги пересылать. Вот. Третье, разница в весе. Ну, там где грамм 50, но все равно разница есть. Вот. И завышена немножко оценка. Я говорю, а опись есть? Нет, описи нету. А я говорю, могу я вскрыть и посмотреть, что там? Ну, говорит, тяжело оплатить. Ну, такие правила, видимо. Но я говорю, тогда нет сомнения. Ну, я, давайте еще, она может лежать? Может. Давайте я подожду с командировкой, приеду. Сотрудники почты порекомендовали пока посылку не забирать и не оплачивать. Сергей Крымов сразу же обратился в полицию. Впрочем, по словам стражей порядка, установить интернет злоумышленников крайне непросто. Для этого требуется целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий. И, соответственно, очень много времени. Поэтому по горячим следам такие преступления, к сожалению, очень трудно раскрыть. Поэтому УМВД России по Ненецкому автономному округу рекомендует жителям при заказе и покупке товаров в интернет-магазинах пользоваться проверенными, значит, быть внимательными при оформлении заказа с целью избежания регистрации на сайтах-двойниках, а также при возникновении сомнений в почтовых отделениях при получении посылки не получать ее и не оплачивать наложный платеж с целью сохранения своих денежных средств. Сотрудники почты рекомендуют. В подобных ситуациях всегда, в первую очередь, необходимо обращать внимание на опись вложения. При ее наличии можно тут же открыть посылку и сравнить, соответствует ли заказ ожидания. Если нет от выкупа посылки, стоит отказаться. Будет составлен акт о том, что клиент подтверждает несоответствие товара. Это единственный способ себя обезопасить, чтобы не было каких-то потерь денежных средств, нервов и так далее. То есть, если вы хотите, допустим, заказать посылку, вы должны, во-первых, удостовериться в том, что у вас отправитель, добропорядочный человек, соответственно, он должен вам будет предоставить рэк-номер, но те ссылки, которые зачастую идут в интернете, то есть по звонку придите, получите, срочно заберите, то есть это уже является как бы навязыванием продажи своего товара посредством почтовой связи. И специалисты почты и сотрудники полиции отмечают, что случаи интернет-мошенничеств в регионе в последнее время участились. И далеко не всегда жители округа проявляют бдительность. Но в целом за 2018-е наблюдается снижение общего количества преступлений, связанных с мошенничествами, в том числе и телефонных. А значит, регулярная профилактическая работа с населением дает результат. Иван Кутенников, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В Ненинском округе изменены меры поддержки малого и среднего бизнеса. На нее теперь могут претендовать компании, зарегистрированные в том числе в других регионах. Об этом говорили на очередном заседании администрации. Требования о регистрации в том или ином регионе для получения государственной поддержки снимаются на основании определения Верховного Суда России. Взамен вносятся следующие требования. Предпринимательская деятельность должна осуществляться непосредственно на территории субъекта. Предпринимательская деятельность должна осуществляться на территории Ненинско-автономного округа. А также заявитель уплачивает налоги в консолидированный бюджет Ненинско-автономного округа. К документам прилагаются купе платежных поручений об оплате налогов в субъекты муниципального образования нашего округа. Также была отменена субсидия на оплату коммунальных услуг субъекта малого и среднего предпринимательства. В ВОНО введена новая субсидия на аренду помещений для социально направленного бизнеса. Отменяется субсидия на оплату коммунальных услуг. Субсидия на аренду помещений будет предоставляться социальным предпринимателям. Это новая субсидия. Кроме этого, уточняется исчерпывающий перечень затрат, которые субсидируются при осуществлении народно-художественного промысла. Постановление принято окружной администрации с учета доработок, которые будут сделаны в документе по замечаниям окружной прокуратуры. Сегодня исполнилось ровно 50 лет со дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы. Свой профессиональный праздник сотрудники Росгвардии встречают на боевом постом. Этих инспекторов знает каждый, кто когда-либо получал разрешение на оружие, удостоверение от частного охранника или отвечал за безопасность объекта топливно-энергетического комплекса. Постоянный контроль за соблюдением законов в этих сферах позволяет избежать происшествий. С начала текущего года в Ненецком автономном округе сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы изъяли из гражданского оборота 22 единицы огнестрельного оружия и 280 боеприпасов. Несмотря на вдушительные цифры, количество нарушений со стороны владельцев оружия снизилось на 32%. Во многом это результат профилактической работы, которая проводится при поддержке местных средств массовой информации. Традиционно большинством нарушителей оказались владельцы, подавшие документы на продление позже, чем за 30 суток до окончания срока текущего разрешения на оружие. Охотники заплатят штраф и получат ружье обратно, только когда устранят выявленные недостатки. А тем, кто хранил оружие с просроченной хотя бы на один день лицензии, то есть незаконно, придется расстаться с ним навсегда. Помимо конфискации, соответствующая статья кодекса об административных правонарушениях предусматривает арест на срок от 5 до 15 суток. Депутаты и представители молодежной палаты Ненецкого округа посетили село Великовисочное. В рабочие поездки приняли участие вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов, председатель молодежной палаты Владимир Абрамов, депутат Искательского совета Даниил Исполинов и сотрудник регионального центра молодежной политики военно-патриотического воспитания Дмитрий Шубин. Об итогах поездки расскажет Ольга Руссу. Во время рабочей поездки состоялась встреча с преподавателями образовательной организации, на которой сотрудники обратили внимание на рост тарифов на техническую воду для школы со второго полугодия. Вопрос по установлению тарифов вице-спикер обещал обсудить с представителями профильного департамента. В рамках визита гости организовали для сельчан парламентские уроки, провели тренинги. Даниил Исполинов, он вместе с коллегой из молодежного центра, они провели тренинг на команду образования, плюс рассказали преподавателям и ребятам, которые подошли, о том, как можно работать с системой грантов нашего округа, гранты молодым предпринимателям, гранты на какие-то общественные мероприятия, гранты на обустройство общественных территорий. Представители общественной молодежной палаты регионального центра встретились с активом молодежи села, обсудили вопросы в сфере развития молодежной политики, провели тренинги по командообразованию, рассказали о действующей грантовой поддержке в регионе и стране для молодых людей. На данный момент мы, кажется, определили проблемы, которые волнуют молодежь. Это как раз-таки недостаточность инфраструктуры, которую следует развивать на селе. Со своей стороны мы пообещали проработать данный момент, помочь, может быть, со спортинвентарем. Как раз-таки в этот раз мы отвезли туда спортинвентарь. Кроме того, представители молодежной палаты передали в фонд сельской библиотеки художественную литературу и современные периодические издания. Это первая подобная поездка в планах посещения других деревень. В следующий раз мы поедем в село Тельбинску. Потом далее мы планируем в Коткино съездить. У нас скоро будет чемпионат среди сельской молодежи в Коткино проходить. И я думаю, туда будет удачно съездить, потому что там практически вся сельская молодежь соберется. С многих деревень туда ребята приедут. Мы собираемся уже с ними провести рабочую встречу и в одном месте, грубо говоря, одного зайца убить. Также на встрече с коллективом вице-спикер Максим Арбузов вручил благодарственные письма регионального парламента. Фракция «Единая Россия» в собрании депутатов Ненецкого округа подарила школе цветной принтер и спортивный инвентарь. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север». Экспертам предстоит пояснить ситуацию с белыми медведями на Новой Земле. Сегодня группа, в составе которой ученые и представители Росприроднадзора, должна вылететь на архипелаг. Специалистам предстоит оценить обстановку и разработать план по предотвращению нападения белых медведей на людей. Напомню, в субботу власти городского округа «Новая земля» ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массового нашествия белых медведей. По словам представителей администрации, в районе поселка Белушья-Губа зафиксировали наличие 52 медведей, заходящих на его территорию, а постоянно там находятся от 6 до 10 животных. Такое массовое скопление медведей, утверждают эксперты, для «Новой земли» случай уникальный. Теперь специалистам предстоит отправиться в Арктику и разобраться в ситуации. При таком количестве медведей обычные методы отпугивания – резиновые пули, ракетницы, моторная техника – скорее всего, будут неэффективными. В первую очередь, необходимо ликвидировать свалку с пищевыми отходами, так как именно она привлекает животных. Возможно сделать новое кормовое пятно на значительном удалении от поселка, что позволит переключить внимание медведей. В дальнейшем, после ликвидации основной угрозы, в поселке необходимо создать «Медвежий патруль», комментирует координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России Михаил Стишов. Оперативные группы, обученные и экипированные при поддержке WWF, эффективно работают на Чукотке и в Ненецком округе. Основная задача – своевременно оповещать о приближении животного к населенному пункту и грамотно и оперативно его отгонять. В перспективе поселок необходимо оснастить системой инженерных заграждений, видеонаблюдения и оперативного оповещения. Все эти меры не новые и успешно применяются в арктических поселениях по всему миру. В Ненецком округе объявлено общественное обсуждение по добыче выдр и медведей. Общественный опрос стартовал по материалам, обосновывающим лимит добычи охотничьих ресурсов на территории региона на период с 1 августа текущего года по 1 августа 2020-го. Как сообщили в Департаменте природных ресурсов, экологии и АПК, замечания и предложения принимаются до 15 марта включительно. Учет численности бурого медведя был проведен в регионе с июня по сентябрь прошлого года методом картирования. В результате обработки полученных сведений численность вида составила 271 особь. Для сравнения, в 2017 году численность составляла 238 особей. Рост популяции бурого медведя позволяет увеличить лимит добычи предстоящий сезон на одну особь с 8 до 9. Помимо этого, осенью прошлого года был проведен учет численности выдр. Лимит добычи установлен в количестве 12 особей. Материалы, обосновывающие лимит добычи бурого медведя и выдры, размещены на сайте профильного ведомства в разделе «Информация для охотников». Письменные замечания, предложения и рекомендации применяются по адресу общественной приемной. Это город Наринмар, улица Волучейского, дом 36, кабинет номер 1. И в завершении выпуска «Спорте» в Лыжне России в Ненецком округе приняло участие более 300 спортсменов. По информации школы труд соревнования в регионе проходили в течение двух дней. 9 февраля состоялся муниципальный этап в поселках и деревнях. В нем приняло участие 149 человек. На следующий день, 10 февраля, соревнования продолжились в столице региона на лыжной базе учреждения. В них приняли участие 199 спортсменов. Среди малышей 7 лет, которые пробежали по 500 метров, лучшими оказались Григорий Дубовцев и Варвара Дуркина. В дистанции 1 километра первым из мальчиков к финишу пришел Кирилл Вокуев. Среди девочек Елизавета Кострушина. Следующими на старт вышли девушки-юноши 11-12 лет, которым необходимо было пробежать по 2 километра. Первые места в забегах заняли Денис Канев и София Вехлова. Молодые люди в возрасте от 13 до 17 пробежали по 3 километра. Лучшими стали Лев Дубовцев и Ксения Веневская. Эту же дистанцию преодолели девушки от 18 до 39 лет. Первое место досталось Ирине Чупровой. Мужчины в возрасте от 18 до 39 и от 40 лет и старше преодолели по 5 километров. Лучшими в данных возрастных группах стали, соответственно, Сергей Захаров и Вячеслав Вахрушев. Среди женщин от 40 лет и старше первое место заняла Наталья Смирнова. Самую длинную дистанцию в 10 километров прошли мужчины и женщины. 2000 года рождения и старшим первые места заняли Александр Матвеев и Маргарита Киселева. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok